ну что ж дорогие друзья здравствуйте начнем с того что же такое стекинг вообще для чего он существует что он из себя предоставляет мы с вами говорим про стекинг на smart блокчейн его материнский коин это есть smart именно smart у нас делегированный proof of stake то есть доказательство доли делегированная и вот здесь мы говорим с вами про то что влияет на саму сеть а именно на наш с вами smart блокчейн и его ключевой да и самый базовый coin это smart соответственно стекать мы будем сегодня говорить с вами про стекинг smart поскольку для сети нужно делегирование нужно голосование нужны представители кандидаты партнеры они все голосуют и для этого у нас есть с вами наш токен coin smart и так что же такое стекинг и как он работает на smart блокчейне стекинг друзья мои это если говорить простыми словами заморозка заморозка ваших смарт коина на ваших кошельках на текущий момент на текущий момент друзья мои осталось буквально несколько финальных штрихов чтобы данный функционал заработал в продуктиве то есть в нашем с вами существующим smart блокчейн управлять всем этим друзьям и мы будем с нашего мобильного кошелька то есть поэтому крайне важно обновиться до последней версии smart воли то поскольку именно в нем у вас откроется возможность совершать заморозку ваших smart коинов для стекинга именно заморозка так она называется будет фризе замораживать smart и стыкать smart и нужно первую очередь в первую очередь и исключить только для того чтобы получить ресурсы нашей сети то есть сейчас вы как простой пользователь пользуйтесь вашим обидным кошельком совершайте транзакции транзакции с марта транзакции с токены транзакции сплит и общаетесь с контрактами по типу так реворда то есть зак вы иметь награду получайте награду это все транзакции транзакции потребляют ресурсы сети ресурсами в нашей сети выступает бэндвиз и энергия что такое бэндвиз в переводе с английского языка это пропускная способность и в нашем случае у каждого из вас у каждого из вас всегда в день есть полторы тысячи единиц пропускной способности то есть полторы тысячи бэндвиза у вас есть в сутки она все двигается там по своему очень хитрым алгоритму но тем не менее дневной лимит вашего бэндвиза составляет полторы тысячи единиц это значит что можно совершать транзакции в смарте практически даже уверен что кто-то из вас совершает бесплатные транзакции каждый день бесплатно транзакции это значит что за нее не нужно платить смартами друзья мои в сети блокчейне комиссия это ресурсы это бэндвиз и это энергия давайте мы с вами сейчас разделим эти два понятия и давайте мы сейчас с вами посмотрим на эти два понятия и так друзья мои вот мы открыли с вами наш smart explorer на главной странице нашего блокчейн explorer мы видим с вами два графика аккаунты и транзакции аккаунты это каждый кошелек мы с вами уже проходили это на наших прошлых вебинарах да мы знаем с вами что аккаунт это любой кошелек блокчейне и давайте просто 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 наугад просто наугад вот возьмем какой-нибудь любой из этих кошельков что мы здесь видим мы видим вот эти вот замечательные графики smart power энергия и бэндвиз на сегодняшнем вебинаре мы с вами будем знакомиться с таким понятием как бэндвиз и энергия вот мы видим что на текущем аккаунте есть еще 1 1222 единицы бэндвиза то есть пропускной способности это говорит нам о том что данный пользователь может совершить транзакции в смартах и смарт-контрактах используя его существующий ежедневный ну считай это в день лимит пропускной способности то есть единиц бэндвиза бэндвиз это пропускная способность энергия это энергия ну тут переводить не стоит это значит что каждый из вас может открыть на своем блокчейн explorer любой кошелек и посмотреть сколько у него это энергии есть и бэндвиза есть сейчас так вот для чего мы стейкаем наши смарты остыка и смарт и вы вправе выбирать для чего вы их стыкайте первоочередная задача стейкинга всегда это поощрение тех кто стыкает либо же бэндвиза либо же энергии то есть вы когда сможете застыкать ваши смарт и вы сможете выбрать как вы хотите их застыкать на бэндвиз либо на энергию нельзя одновременно на два ресурса застыкать только на один вы можете разделить вашу сумму которую у вас есть на балансе например у вас есть 100000 смартов у вас 50000 из этих смартов вы стыкайте под энергию например и 50000 вы столько и стыкайте под бэндвиз таким образом таким образом вам блокчейн вам блокчейн повышает и увеличивает ваши ресурсы персонально вашего аккаунта персонально вашего кошелька то есть для блокчейна теперь у вас есть не 0 единиц энергии и полторы тысячи единиц бэндвиза в день а гораздо больше это могут быть десятки тысяч энергии десятки тысяч бэндвиз который по сути позволят вам совершать для блокчейна бесплатные транзакции оплачивая их вашими ресурсами давайте мы теперь с вами поговорим что же такое бэндвиз и что же такое энергия более подробно бэндвиз пропускная способность сети она расходуется на каждую транзакцию и в сети смарт и с обращением стокенов то есть это единица ресурса используется для каждой транзакции в сети смарт блокчейн а энергия энергия это другой ресурс другой тип ресурса который важен и первостепенно важен для смарт контрактов поэтому друзья мы возвращаемся еще раз еще раз возвращаемся на демонстрацию экрана еще раз возражаем азара возвращаемся на демонстрацию экрана еще раз открываем наш smart explorer просто возьмем и обновим вот у нас есть сейчас друзья вот у нас есть транзакция первая которая просто попалась вот вы списке транзакции сразу мы видим что это у нас take reward то есть это значит что кто-то в данный момент на вебинаре получил определенное количество ультимы из за стоит со сплитинг да то есть он соответственно получает ультиму как награду за то что владеет плита смотрим сколько у нас бэндвиза было потрачено на данную транзакцию 280 единиц отлично сколько пользователь спалил смартов за эту транзакцию 0 то есть это как раз таки говорит нам о том что лимит бэндвиза пользователя который у него есть в день обеспечил эту транзакцию необходимой пропускной способностью и сжигать смарты тратить свои собственные смарты с нашего баланса не пришлось но теперь внимание посмотрите на энергию энергии которая потребовалась для отработки данной транзакции а непосредственно take reward получить ультиму из смарт-контракта то есть smart контракт исполнил транзакцию требования награды оплачивая транзакцию всегда инициатор то есть каждый пользователь который сас который каждый день нажимать на кнопочку take reward забрать награду он инициирует эту транзакцию и соответственно он является плательщиком по этой транзакции то есть для того чтобы сеть этот транзакт отработала она должна получить какие-то ресурсы она должна затратить на это ресурсы и если мы с вами посмотрим на вот текущую нижнюю часть там мы видим с вами то есть бэндвизом я думаю что все понятно то есть у каждого пользователя он есть определенное количество в суд потихонечку верится да но не больше полутора тысяч и соответственно если мы либо транзакции 280 единиц полностью входят в этот лимит и тем самым для этой транзакции бэндвизу пользователя хватило то есть он не превращался мои смарты в бэндвиз а вот энергии друзья мои все гораздо интереснее посмотрите для того чтобы данная транзакция прошла для того чтобы она отработала мы заплатили за эту транзакцию пятьдесят четыре тысячи 064 единиц энергии то есть пятьдесят четыре тысячи 64 энергии было затрачено на эту транзакцию у пользователя нету этой энергии не было у него заморожено в мартов под стейкинг именно под этот ресурс ему пришлось заплатить за это с марта me то есть сеть взяла с пользователя одну тысячу сто тридцать пять мартов для того чтобы покрыть энергию которая ушла как раз таки на эту транзакцию и таким образом что мы с вами получаем пользователь оплатил 54 тысячи энергии заплатил за это одну тысячу сто тридцать мартов то есть теперь мы с вами понимаем ага вот для чего мне стекинг вот для чего я буду получать ресурсы так как я буду меньше платить комиссии в смартах поскольку если у меня количество ресурса будет таким которое позволит мне совершать транзакции не сжигая smart то это практически бесплатные транзакции которые реализованы в нашем с вами блокчейн представьте себе насколько теперь у каждого из вас у каждого пользователя смарт блокчейном со внедрением стекинга с внедрением стекинга развязываются руки как широко открывается его поле деятельности то есть возможности которые предоставляют стекинг у пользователя просто фантастические если раньше нужно было совершать транзакции оплачивая их смартами там просто потому что у вас ресурсов не было то сейчас ресурсы станут доступны этот пользователь который застыкать смарт и под бэндвис или же под энергию или же и под бэндвис и под энергию он соответственно увеличивает свои ресурсы а ресурсы позволяют ему совершать транзакции в сети не сжигая свои собственные смарт и друзья мои давайте сейчас вернусь к вам чат я сейчас нажму на 100 шаринг вот этот вот нюанс пожалуйста ответьте все ли сейчас понимается все ли сейчас доступно понимаете ли вы концепт стекинга ресурсов в сети и соответственно что на что расходуется это очень важно друзьям и пожалуйста не стесняйтесь ага так вижу ответы суперку спасибо очень понятно да супер хорошо большое спасибо мы готовимся к непосредственно внедрению стекинга в работу стекинга нашим блокчейн когда это произойдет когда это произойдет в первую очередь без новых мобильных кошельков стекинг не получит это сделать да то есть нужно обновиться чуть-чуть везде вот и соответственно друзья мои как только у вас появится версия приложения smart wallet как и всегда как и всегда она выходит одновременно и на android и на ios и доступно с сайта то есть все три источника где можно получить наше приложение они будут обновлены до версии 1.20.0 текущая версия 1.19 следующая версия 1.20 конечно же это информация о том что у вас не любого дисципликейшн она будет указана в самом магазине что будет доступен стекинг только в нем вы сможете найти новое меню о котором мы с вами будем говорить на следующих вебинарах но на текущий момент просто приготовьтесь будьте готовы что вам придется обновить ваше приложение и уже после того как это приложение будет отдавлено вы сможете стекать свои smart вопрос который сейчас в чате очень хорош друзья мои мы с вами не банк мы с вами абсолютно децентрализованный блокчейн который работает по своим алгоритмам у которого есть свои потребности свои ресурсы у кого-то транзакция элементарная у него нет истории транзакции у него здесь один токен он его взял отправил все для этой операции сети потребовалось вычислений минимум она потребовала за это меньше энергии у кого-то сложные вычислительные процессы у вас было 3 плюс 1 плюс 2 плюс 5 там какие-то десятые части там это склейка да то есть спаривание транзакции то есть это нужно все просто про промокла про про просчитать обработать соотносить время то есть там вот у smart контракта есть разные математика до работы и соответственно чем сложнее транзакция в исполнении в просчете тем она дороже поскольку на эту работу компьютер сети до сам блокчейн потратит больше времени больше энергии соответственно ответ на вопрос какое количество смартов нужно заморозить, чтобы иметь бесплатную транзакцию сплитинга, я вам не могу ответить. И еще один нюанс. Формула расчета стекинга. На самом деле формулы расчета стекинга и под bandwidth, и под энергию, они одинаковые, но считаются по-разному. Смотрите. Как рассчитать, сколько я получу ресурсов? Как это работает в сети? А очень просто. Ваша доля стекинга, то есть то, что вы застекали под ресурс, например, 100 смартов, делится на общее количество стекинга, которые есть на текущий момент в сети под текущий ресурс. То есть, если мы с вами, вот сейчас сотни человек на вебинаре, каждый из вас застекает по одному смарту, и получится у вас следующая формула. Ваша единичка, ваша единичка, будет делиться на все смарты, которые были застеканы под этот ресурс, и умноженные на дневной лимит этого ресурса. Вот и все. То есть, формула предельно простая. То есть, ваша часть, деленная на сумму всех застеканных смартов под этот ресурс, то есть, бендвиз рассчитывается в сумме смартов, застеканных под бендвиз, и умноженная на дневной лимит. Энергия точно так же, ваша доля, застеканная под энергию, деленная на количество смартов, застеканных под энергию всего в сети, и умноженная на дневной лимит. То есть, дневной лимит – это 90 миллиардов, и 43-200 тоже миллиардов в день. То есть, бендвиз энергии соответственно. И рассчитываются они не через сутки, а вот в течение. И при этом, когда вы застекали ваши смарты, вы, получается, моментально начали получать эти ресурсы. Вот с момента застеки, с момента заморозки. То есть, это очень здорово. Вопросы, которые были в чате, вопросы были в чате, да, когда они созревают. Друзья мои, созревание происходит очень быстро. Получается, вы застеканные смарты, вы получаете ресурсы, и сразу же можете их, соответственно, тратить. То есть, и можете стейкать смарты в неограниченное количество времени. То есть, вы в любой момент можете их разстейкать. Давайте немножко поговорим про формулу. Я и вы, тот, кто за другой стороной экрана. Это пользователь. У вас, у меня и у вас разные транзакции. То есть, на мою транзакцию сеть может потратить тысячу энергии, на вашу транзакцию, может потратить семьсот. Может потратить тысячу семьсот. Плюс, это разные контракты, разные сплиты, разная стоимость. То есть, нет единой стоимости одной транзакции. У каждого из нас разные транзакции, сеть их по-разному будет обсчитывать. Второй нюанс – это динамические показатели самой сети. То есть, формула начисленных нам ресурсов зависит от того, сколько мы застейкали раз, и второе, конечно же, сколько застейканных ресурсов в сети два. Лимит у нас всегда постоянен. То есть, у нас с вами есть только, из нашей формулы, из наших расчетов, есть только две статичных единицы. Первая – это максимальный лимит в день энергии и максимальный лимит в день бендвиза. Все. Все остальное динамическое. То есть, и сколько вы застейкали, и сколько всего в сети застейкано. Сегодня вы застейкали 100. Без проблем. Завтра вы к этим 100 застейкали еще 10. То есть, у вас уже формула меняется. В этот момент, когда вы застейкали 100, в общем блокчейне было застейкано миллион смартов, а через час их стало 2 миллиона, а через час их стало полтора миллиона. Потому что кто-то застейкал, кто-то растейкал. Опять кто-то застейкал, кто-то растейкал. Таким образом, у нас с вами есть полная динамика, полнейшая динамика распределения ресурсов, которая зависит, опять-таки, в первую очередь, от пользователей самой сети. Поэтому, друзья мои, ответ на вопрос, сколько нужно застейка для того, чтобы транзакция сплитинга была бесплатная, вот на текущий момент этой информации у меня нет. Я не могу сейчас вам сказать, сколько нужно застейкать, чтобы один раз в день им хватало для того, чтобы делать транзакцию take reward. Потому что мы не знаем с вами, сколько вы застейкаете раз, и, во-вторых, сколько будет стейкинга всего. Поскольку, чем больше стейкинга будет в сети, то вы сами прекрасно понимаете, то есть наша доля ресурсов будет сокращаться, поскольку ресурсы у нас ограничены. Всегда есть два главных параметра, лимиты. Хорошо, что в наших приложениях и на нашем эксплорере эта информация будет. То есть вы сможете открывать ваше мобильное приложение и смотреть, ага, у меня есть ресурсы, у меня есть энергии, у меня есть bandwidth, хорошо, то есть это показатель у вас будет, конечно же, вам доступен, и вы сможете обращать внимание на то, сколько вы потратили сегодня на одну транзакцию, сколько потратили вчера. Вы можете сравнивать, как правило, сеть энергии стоит одинаково для одних типов транзакций. Итак, мы с вами разобрали, что у нас есть ресурсы сети, у нас есть пропускная способность, есть энергия. Если мы говорим с вами про bandwidth, он расходуется везде, но, как правило, если мы говорим с вами незатратную часть по энергии, это транзачить смарты. То есть, если вы работаете со смартами, да, вам энергии не нужно. А если вам нужны смарт-контракты, то вам нужна энергия. Так вот, все токены на блокчейне смарт, это все смарт-контракты. Сплит 1, сплит 2, сплит 15, сплит 48, ультима, все другие токены, это все смарт-контракты. Работа со смарт-контрактами требует энергии. Поэтому здесь вы уже для себя можете решить, какими транзакциями вы пользуетесь, что вы делаете, для чего вам нужны ресурсы. Для транзакций в смарте, либо для транзакций со смарт-контрактом. И вы можете вправе выбрать, какую долю вы можете застейкать под энергию, а какую долю вы можете застейкать под bandwidth, под пропускную способность. Очень классный вопрос по поводу, можно ли их оставлять, забирать и так далее. Друзья мои, стейкинг – это поэтапный ввод данного функционала. То есть на первичном уровне мы с вами говорим про стейкинг под bandwidth и под энергию. В дальнейшем, когда появится возможность проведения голосования, появится и смарт-пауэр. Там мы уже с вами будем говорить за тот самый очень классный показатель APR, когда мы говорим с вами о вознаграждении в смарт. Если вы с вами имеете лимит энергии, откройте сейчас ваши кошельки. У вас есть там иконочка в смарте, да, у вас есть там иконочка с монетками. Вы там увидите сейчас два графика. Это bandwidth и это энергия. То есть там у вас будет по нулям, поскольку это сейчас не особо дружит с эксплорером, но по факту на эксплорере информация про ваш bandwidth и про вашу энергию, она есть. Это говорит нам о том, что мы с вами не можем копить энергию. Это не депозит. Это не накопительно-сберегательный счет. Это не то, что можно сегодня не потратить и завтра мне еще дадут. Максимальное значение, которое указано у вас сейчас на ваших кошельках, в день полторы тысячи бенвиза, вот если мы не стейкаем, то больше полутора быть не может. Вот как бы мы не тратили, как бы мы не копили их, она не копится. Она фактически статическая и просто ждет, когда ее будет тратить. Не потратили? Да, пожалуйста, полторы тысячи остается. Потратили? Ну, подождите чуть-чуть, сейчас она поднимется, поскольку оно набегает за сутки, оно обновляется. Таким образом, ответ на вопрос, можно ли их складывать? Нет. Какой период разлока в стейкинге? Вопрос хороший. Вопрос хороший. Перед тем, как мы придем к разлоку, давайте поговорим с вами о том, что же такое заморозка и разморозка. Это на самом деле не одна транзакция и даже не две. Когда мы с вами совершаем транзакцию заморозки, мы, по сути, со своего баланса, с доступного баланса, эти токены убираем. То есть представьте себе, что у вас на вашем кошельке сейчас есть 100 тысяч смартов. Окей, окей. Это там написано доступный баланс. Когда вы их застейкаете, у вас доступно будет ноль. Просто ноль. Если все 100 тысяч вы застейкаете под ресурсы. Соответственно, если вы понимаете, что, блин, я хочу с марта перевести куда-то в другое место, они у вас заморожены, они у вас застейканы, вам необходимо совершить транзакцию разморозки. Unstaking. Растейкать их. Период разморозки на текущий момент составляет 14 дней. Это видно по текущей пропозиции в сети, текущей Purpose and Proposals и в нашей блокчейне. Это доступно публично. Сейчас данных функционала его нет. То есть он сейчас вообще стейкинга в сети нет. Но когда будет готов, конечно же, информация по разлоку, она будет объявлена, будет продублирована в чатах и во всех инструкциях, и, конечно же, на наших следующих временах. Но стоит обратить внимание на то, что есть период разморозки ваших коинов. Период разморозки. И важно понимать еще то, что как только вы нажали на кнопочку «Растейкать смарты», проходит этот период разморозки, вы их должны забрать. Вот просто забрать. Они сами вам не придут на кошелек. Они сами не станут быть доступными. Это можно исключительно через перевести их, да, вывести их со стейкинга. То есть они у вас там сколько-то времени лежали, размораживались, как в микроволновке кусок мяса. Потом этот кусок мяса надо достать. Процесс разморозки, это наша микроволновка, она у нас крутится, размораживается, проходит, она останавливается. И ваш кусок мяса находится в морозилке. Аналогично и в вашем кошельке. Они разморожены. Но, пожалуйста, заберите их. Да, все, доступный баланс. Дайте им возможность быть вашим доступными смартами. Нужно будет еще одну транзакцию совершить для того, чтобы эти коины пришли вам в доступный баланс и вы смогли ими пользоваться. Ответ на вопрос, когда заработает смарт стейкинг, друзья мои, в ближайшее время. Сколько и за что будет генерировать стейкинг? Единичка. Да, мы говорим с вами о единичке. То есть минимальный размер стейкинга, который можно будет застейкать, это один смарт. Минимальное значение смарта, которое можно застейкать. Насколько происходит заморозка смарта? Друзья мои, как вам душе угодно. То есть можете нажать на кнопку заморозить, потом через минуту разморозить. То есть как вам угодно. Стейкинг 2.0 позволяет вам, соответственно, дозамораживать. Выбирать периоды, когда вы хотите размораживать. То есть это все под вашим управлением. Ваш телефон, ваш кошелек, ваш аккаунт, ваше управление. Без каких-либо проблем. Будут ли возможность посылать смарт на стейкинг? Друзья мои, вот здесь это очень важно. Смарт стейкинг – исключительное явление на блокчейне. То есть вы, владелец своих токенов, должны будете их сами застейкать в вашем кошельке. То есть, и как я еще раз в начале вебинара сказал, друзья мои, на стейкинг никто ничего не посылает. Это все происходит у вас в кошельке, у вас в адресе, на вашем балансе, на вашем аккаунте в блокчейне. Ваш адрес, вот это вот цифробуквенная строка, это ваш адрес, это ваш аккаунт. И все происходит на нем. Вот все, что у вас стыкается на бинансах, на байбитах, на где-либо еще, к блокчейну это отношение не имеет. Это не ваши токены. Это не те токены, которые у вас на балансе. Вы ими не владеете. Ими владеет биржа. Только биржа. И что она с ними делает, и что она вам за это дает, это их проблемы. Это ее забота. Но это не то, что вы стыкаете, получаете ресурс от сети и работаете с сетью напрямую. Поэтому, если мы говорим с вами про смарт стейкинг, то это исключительно. Никаких посыланий. Пожалуйста, не думайте, что где-то у кого-то откроется возможность подавать вам больше энергии. Если вам кто-то предлагает отправить свои смарты на какой-то супер стейкинг кошелек, который будет давать вам в 5 раз больше энергии, в 100 раз больше бендвиза и еще каких-то плюшек, это не стейкинг. Друзья мои, стейкинг только у вас и только под вашим управлением. Никакие другие способы получить ресурсы не существуют, если это не стейкинг реальный. Поэтому никогда не отправляйте никуда свои смарты, если вам кто-то говорит, что он стейкингом занимается, у него там пам-пам-пам что-то там. Нет. Этого всего быть не может. Поэтому, друзья мои, ни в коем случае ничего не отправляйте. Вот. А где на кошельках это видно? Подождите, в 1.20 версии, в 1.20 версии будет, 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 видно. Планируется ли вернуть процентное сжигание смарт от стоимости продуктов? Друзья, мы сейчас на текущий момент есть бёрнинг фи, это есть. Бёрнинг фи, она присутствует, 5% и 1%. Пол фи, бёрн фи. Это все есть. То есть, от этого мы никуда не уходили и это работает. Поэтому, 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 в ультиме, если мы говорим про ультиму, то да, это все сохранилось. А будем получать за стейк смарт в процентах. Мы должны с вами понимать, что стейкинг и воутинг это две разные вещи. Награда в смартах только за голосование. Мы с вами это уже проходили. Но, так как мы с вами говорим про стейкинг, мы должны понимать, что как только мы с вами стейкаем смарт, помимо бендвис и энерджи, появляется еще и третий тип ресурса. это боутинг, это смарт пауэр, то, что тратится на голоса. Вот. И мы с вами будем тратить голоса, голосуя за кандидатов, либо же суперпредставителей, либо же за суперпредставителей партнеров, для того, чтобы получить ту самую награду в смартах. Мы должны понимать, что мы блокчейн молодой, только в прошлом году. Запустили сеть, да, работает блокчейн, все работает, все замечательно. Выпустили сплиты, технологию сплитинга, вау, круто, уникально, революционно. А сейчас, так как мы с вами движемся в формат полной децентрализации, да, мы хотим стать абсолютно понятными для большинства из всех, из существующих. Молодой, абсолютно новый блокчейн, которого нет на рынке, не существовало ранее. Теперь мы открываем с вами возможность заниматься стейкингом, то есть полностью даем управление сетью, получается, в руки наших пользователей. Поскольку у кого есть смарт, тот может застейкать свои смарты, получать ресурсы, и впоследствии он сможет голосовать и участвовать, соответственно, в выборах. То есть, но это будет постепенно. То есть, в первую очередь, мы с вами запускаем стейкинг, в котором можно будет получать ресурсы в Эндвис Энергию. Дальнейшие шаги, конечно же, это воутинг и получение уже тех самых процентов смарт за голосование. Поскольку именно reward, boating reward, вот те самые смарты, а он формируется за голоса. Не за стейкинг как таковой, а именно за голосование. Поэтому первичное значение стейкинга это не получение смарта, это получение ресурсов. А распределение ресурсов, когда мы говорим про ресурс, смарт пауэр, его можно будет голосовать, можно будет тратить на голоса, вот это уже может быть выгодно в плане получения комиссии смарта. Сетикинг эфира будет на нашем крышке, да, друзья мои, мы работаем над тем, чтобы существующие сети, это эфир, это биток, это трон, вот, ну и биток мы, соответственно, стейкать не будем, а вот эфир и трон, да, на период разморозки энергия для бесплатной транзакции недоступна. Конечно, как только вы нажимаете на разморозить, все, ваши ресурсы пау, до свидания, спасибо вам, было удобно, хорошо на вашем аккаунте, но вынуждены вас покинуть, вы вынуждены вас покинуть, то есть, обращайте внимание, да, что вы получаете ресурсы только в стейкинговом состоянии, да, только когда коины за стейканы, если же вы их размораживаете, даже в период разморозки, нет, ресурсы с вами уже не живут, они уже не распределены, они уже вам не положены, только в замороженном состоянии вам полагается ресурс, ни в каком-либо другом, то, что мы сейчас с вами проговорили, мы с вами посмотрим на мобильном приложении, на эксплорере, поскольку обновлению коснется и сам эксплорер, то есть, там добавится много новых вкладочек, и, соответственно, мобильное приложение, не волнуйтесь, если поначалу будет пугаться, что-то страшно, там, разморозка энергии, бендвиз выберете, то заморозьте, то там много всевозможного текста, не волнуйтесь, все это, соответственно, будем мы с вами проходить, но на сегодня я просто должен вас подготовить к тому, что у нас с вами готовится стейкинг, и мы должны понимать, что это, а не просто заморозил, а потом, а где мои смарты? Для меня было полезно, почему-то, думаю, будем получать смарты, спасибо, пропускная способность в итоге и вторая энергия, все понятно, спасибо, Игорь, вам технические, супер, большое спасибо, какое максимальное количество смартов можно заморозить, какие у вас есть, вот сколько есть, можете все, вы можете все, главное, не меньше единички, ну что, тогда на этом всего вам хорошего, всег благ вам, удачи, а я снова заработал, пока. пока. Субтитры создавал DimaTorzok